Огни Чувашии светят сильным и смелым. Накануне Дня Святого Валентина в столичном комплексе Мегагалакси самые отчаянные разыграли награды международного турнира по профессиональному панкратиону. О гладиаторах 21 века. Репортаж Вячеслав Ильина. Панкратион с греческого переводится как Всеборье. Это весьма зрелищный вид единоборств. В нашей республике редкий гость. Так что недостатка в зрителях на турнире по профессиональному панкратиону Огни Чувашии не было. Страсти болельщиков подогревало и то, что в числе заявленных бойцов из России, Азербайджана и Кыргызстана были уроженцы Чувашии. Первым восьмигранник вошел Геннадий Димитриев. Уроженец деревни Лащ-Тайба Ярческого района своей 38 лет имеет титул чемпиона мира среди ветеранов по боевому самбо. Опыт помог и на сей раз завоевать третье место в международном турнире. Да и опыт. Я с уверенностью уже выхожу от этих молодых бойцов. Кстати, Геннадий за выход в финал выступил будущему победителю турнира, представителю Чечни, Беслану Амагову. А кульминацией вечера профессионального панкратиона стал рейтинговый бой с участием одного из самых титулованных файтеров нашей страны. Чемпион Азии и Евразии по боям без правил, неоднократного чемпиона Москвы по боевому самбо, карате и джиу-джитсу, уроженца Ярческого района, мастера спорта международного класса Олега Захарова. Его противником по супербою стал представитель Кыргызстана Даниар Бабакулов. Гость только делает первые шаги в профессиональном панкратионе. И молодой задор претендента оказался плохим советчиком. Опыт Олега Захарова, а в его активе более 250 поединков, помог найти слабые стороны оппонента. Два раунда по пять минут прошли при подобряющем преимуществе чувашского файтера, для которого победа стала хорошим подарком к 39-му дню рождения. Хотел доказать всем землякам, молодым парням, что в 39 лет можно формой себя держать, работать, руководить. Еще можно и выступить, если правильно жить. Вячеслав Ульин. Вести Чуваша. Субтитры создавал DimaTorzok